В Германии правые популисты теперь главная оппозиционная парламентская сила. Там завершается процесс формирования правительства. И уже на следующей неделе депутаты Бундестага будут избирать Ангелу Меркель на пост канцлера. Ждать не сюрпризов, зная Татьяна Лагунова. Процедура расписана до мелочей. Кандидатуру на пост канцлера формально выдвигает президент страны и выносит на рассмотрение Бундестага. Предложение для депутатов у Франка Вальтера Штайнмайера уже есть. Я официально передам свое предложение в парламент. Думаю, никого не удивит, что это будет Ангела Меркель. Голосование назначено на 14 марта и оно тоже скорее формальность. У коалиции в парламенте уверенное большинство. И Ангеле Меркель вообще не о чем беспокоиться. Хотя сама канцлер предпочитает пококетничать. Важно, чтобы правительство как можно быстрее начало свою работу. И я, как возможный канцлер, надеюсь, меня выберут, сделаю все, чтобы это правительство работало на благо народа. Если христианские демократы уже назвали министров по своей квоте, то эсдеки пока хранят интригу. Не называют даже кандидатуру на одно из самых ключевых ведомств – Министерство иностранных дел. Впрочем, легкими следующие 4 года для Ангела Меркель явно не будут. Главная оппозиционная сила в парламенте теперь не эсдеки, зеленые, либералы или даже левые. А ультраправая альтернатива для Германии – популисты и евроскептики. И с их голосом теперь тоже придется считаться. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». Продолжение следует...